Несмотря на неблагоприятные условия и плохой прогноз погоды, Большой Северский балл в Ярославле стал фестивалем зонтиков. Пары гуляют по паркету, кружатся в вальсе. Приседиться к этому может любой желающий. Давайте танцуем вальс. Давайте. Король вечера вальс. Обычно именно им заканчивались вечера. А вот полонез танец открытия. С него начинались балы времен Пушкина и Лермонтова. Кавалеры под руку со своими дамами. Не менее популярные и любимые у светского общества тогда и сейчас. Полька, кадриль и мазурка. Все эти танцы простые, подразумевали обучение прямо сразу с гордой. И все должны были повторять то, что делают главные пары. На светском балу было важно все. Именно поэтому дамы так щепетильно подходили к созданию своего образа. Модные в то время прически отличались завитушками. Их называли букольками. Количество в волосах украшений говорило о статусе женщины. Если бриллианты, то дама состоятельная. Если жемчуг, из семьи попроще. Те же выпады можно было сделать и оценить наряд. Если девушка еще не замужем, она чаще всего одета во что-то светлое. У нее украшения это цветы, жемчуг, какие-то светлые камни. Цветные камни было носить особо не принято. Женщины замужние могли носить цвета поярче, драгоценности поярче. Все зависит от благосостояния ее супруга. Даже аксессуары на балу имеют значение. Точнее то, как и с каким выражением лица их держат в руках. Мы пришли на балу. И хотим попфлиртовать с молодым человеком. Вот что значит принимать участие в розыгрыше и уходить. Надо сделать завяночное лицо и смотреть внимательно в глаза тому, кто вам нравится. Делайте так. Хотите привлечь внимание. Впрочем, знание всех этих тонкостей прошлой вековой науки флирта не имело для современности практически никакого значения. На главной площади города пара нашлась для каждого. Большой светский круг расширялся с каждым мгновением. Так что даже дождливая погода улыбнулась и подарила всем гостям вечера яркое солнышко. Юлия Михайловичева, Денис Сахаров. День событий. Юлия Михайловичева, Денис Сахаров.